приветствую всех дорогие подписчики и уважаемые гости канала эхэнд в бойс мы долго ждали этого дня и этот день наконец настал я добрался до киллтима навитаток или же послушниц сестер из челнаты я очень давно говорил что этот обзор будет меня часто спрашивали когда же он наконец выйдет и вот собственно как я уже говорил день настал я надышался лаком для ногтей поверил в императора провел еще ряд полезных спецопераций и наконец собственно понял примерно что с нами датками сделать и так сказать нашел некоторые слова которыми я могу с вами поделиться вот так вот немного кривовато начнем собственно и начнем мы как обычно с некоего мета-вотча навитатки это сильный киллтим тут в целом вопросов нет все именно и киллтимы они сильные они всегда сильнее чем то что находится в компендиуме навитатки как-то изначально находились где-то в области а из-за того что они казались достаточно сложными по геймплею сейчас принципе народ плюс-минус понял как навитатками играть и поэтому они находятся чуть повыше ну то есть я все еще не сказал бы что они дотягиваются до эстера вот именно в такой композиции тиров но они в принципе достаточно сильные да возможно даже сильнее чем фракции в а главным образом я сейчас скажу мысль который вы держите в голове навитатки это очень сложный по геймплею киллтим он так сказать максимально hard to learn и hard to master то есть я бы даже не советовал на самом деле новичкам играть за навитаток потому что они действительно на такие немного шрики шрики да если мы подключаем английский язык нам в помощь вот у них очень много инструментов которыми не могут играть и очень много в целом неплохих штук но чтобы и грамотно реализовывать нужен опыт нужен наигрыш да и как бы не стоит воспринимать вот соответственно мой нынешний видос как такой стопроцентный гайд что вы его берете и радостно идете всех нагибаете нет это скорее просто некий свод рекомендаций который возможно будет полезен новичкам или игрокам которые хотят собственно попробовать себя вот так сказать в роли военачальника навитаток в киллтиме что-нибудь в таком духе да то есть я тут опять таки не судья на страшном суде я вот просто даю какие-нибудь такие маленькие советы поначалу и так собственно киллтим на витаток состоит из 10 девочек собственно у нас есть одна лидерка супериорша хотя наверное стоит говорить супериорика но не суть важно и соответственно 9 девочек специалистов и не очень которых вы можете выбрать из соответственно списка из 12 позиций собственно тут уже начинаются да некие такие беды то есть у вас аж 12 опций из которых вам нужно выбрать всего 9 на то есть вам придется выкидывать не просто обычного бомжа как это допустим могут сделать лайки команды вам придется выкидывать не специалиста в том числе собственно по каким-то ограничениям вы можете повторять девять раз милитантку но это которые обычно вам уже хану вы все равно не хотите этого делать забегая наперед и может повторять два раза девочку по эгатус вот это имейте ввиду это то что вам понадобится собственно народ который играл за на витаток все эти годы выделил вот поймя на такой золотой состав команды который хорош большая часть ситуации я не буду сейчас читать эти дебильные названия потому что они все равно вам ничего не скажут но можете их так сказать за скринить себе на будущее и использовать на это вот так сказать маст хэвные девочки их вам нужно собрать обязательно в любом случае все остальные соответственно опции они так сказать крайне ситуативная и пригождаются далеко не всегда а вот это ваша так сказать база собственно вместе с наритатками к нам пришло несколько спец правил первое это к счастью не обилка вашего килл тима это просто некая такая дополняшка прикольная собственно это оружие с правилом инферно в принципе она достаточно интересно работает то есть за каждый критикал хит с правилом инферно вы кладете на цель энное количество инферно токенов количество указано профиля оружия и соответственно в конце каждого хода вы кидаете за каждый инферно токен по кубику и на 4 плюс во врага прилетает одна марталка после этого инферно токены снимаются ну то есть это некий аналог того что враг загорелся и как бы горит в принципе прикольно интересно по моему это первая реализация именно горения в каких-то скирымешек от гв да и я по крайней мере подобного не пой помню но как бы это не то что является гейм образующим элементом это просто типа такая прикольная вещь гейм образующим элементом являются акты веры акт веры это уже обилка вашего килл тима то есть то что делает ваш килл тим килл тимом собственно что такое акты веры во первых у вас есть и такие штуки как фейфпоинты очки веры вы получаете их по три вход просто за то что вы есть такой на свете собственно забегая наперед у вас есть способ разгонять соответственно всю эту штуку до шести фейфпоинтов в ход достаточно легко так что держите в голове что у вас каждый ход капает шесть фейфпоинтов собственно и у нас тут еще есть нижний блок вы видите там написано during that activation combat специализм и в общем вся эта тема со специализмами собственно почему я ее тут упоминаю потому что эта тема неожиданно спорная дело в том что вообще вот эта тема со специализмами у кого там combat специализм у кого мартин специализм это все приописано в нарративной части рульбука нарративная часть рульбука вообще к матчетплею не относится и и поэтому вполне справедливо было бы сказать что весь этот как бы нижний пассаж он не относится к матчету и в матчете его использовать нельзя тем не менее у нас был прецедент на вархаммер ворлде то есть официальном ивенте гв организаторы сказала что вся эта тема со специализмами относится в том числе и к матчету а тем не менее остальное сообщество киллтима в мире да я как в принципе человек следящий за всякими дискордами реддитами и прочим отнеслось с таким скепсисом к этому заявлению официального представителя гв и большинство решило что я на своих турнирах разрешать эту хрень в матчете не буду собственно если вы спросите мое личное мнение я наверное полностью поддержу моих товарищей организаторов я считаю что вот все вот эти припоинты за специализм они относятся только к нарратив плей и поэтому на турниры их допускать все равно не стоит но я советую вам уточнить у вашего местного организатора работает ли это дело на его турнирах потому что это уже его личное дело он может со спокойной душой сказать да может со спокойной душой сказать нет это как бы его личное дело теперь переходим соответственно к самим актом веры по каким-то ограничениям вы можете кидать акт веры каждую активацию по сути да что полезно но вы не можете в одну активацию зарезать два акта веры если не указано обратного в тексте самого акта веры ну то есть считайте это некая стратагема но на одну активацию собственно вот список этих стратаген их у нас восемь штук встречать нас faithful blessing это по сути команд реролл за один фейфпоинт собственно неплохая вещь да не всегда возможно у вас останутся фейфпоинты на нее но это полезный аналог команд реролла то есть вы экономите кп вы тратите на это фейфпоинты которых у вас намного больше чем common point далее идут соответственно принципе 4 с достаточно похожим паттерном в общем первые 2 до guiding light и vengeful strike guiding light позволяет вам сделать провал успехом а vengeful strike позволяет вам сделать обычный хит критическим хитом собственно это полезная вещь которая позволяет вам стабилизировать ваше попадание то есть бывает вам экстремально нужно попасть все или экстремально нужно занести крит тогда на помощь вам приходят фейфпоинты и активеры далее идем divine shield и armor of content такой же паттер но на сейвы соответственно divine shield проваленный сейв становится успешным сейвом очень полезно учитывая что сейв у вас не самый лучший и armor of content обычный сейв становится критическим сейвом тоже невероятно полезно далее у нас идут emperors protection за один фейфпоинт вы игнорите одну марталку не самый полезный но стоит иметь ввиду blast redivination намного более применимый да и куда более полезный это айгена для трех вундов за два фейфпоинта опять-таки очень круто вывести кого-нибудь из индроид и наверное один из самых неприятных и таких мерзких актов веры это blinding aura осветляющая аура которая говорит что за два фейфпоинта ваша сестра считается в ковре если она дальше двух от оппонента собственно что тут важно что это просто ковер это не light ковер следовательно вантажка не может его поигнорить и того всего за два фейфпоинта ваша сестра в консиле абсолютно невыцеливаемая в голом поле ну разве что ее могут гранатой закинуть собственно подводя какой-то итог под актами веры у вас есть один очень полезный под названием blinding aura и остальные которые хороши для того чтобы стабилизировать ваши броски собственно акты веры это вещь которой нужно учиться на то есть я не могу дать каких-то стопроцентных советов когда и что нужно кидать вы как-то должны набраться сами опыта и так сказать отточить свое мастерство применения актов веры потому что если применять их в нужный момент в нужное время тогда они действительно могут изменить ход игры просто с ног на голову и это в как раз таки опять одна из причин почему на детатке это не самая новичковая фракция потому что механика очень сильная но она очень сильная именно в опытных руках которые знают что с ней делать наконец переходим к оперативникам нас встречает наша лидерка супер ойка у нее в отличие от остальных третий сейв и 8 мундов это важно собственно у нее есть несколько опций варгера из которых вы всегда берете платный пистолет и power weapon помимо этого есть хорошая обилка которая позволяет вам активировать союзную навитадку в шести от себя если супер ойка сделала миссионное действие или кого-нибудь убила в целом и то и другое она может сделать достаточно спокойно то есть считайте у вас есть двойная активация в принципе весьма легкая где-нибудь на столе а двойная активация это все-таки вещь полезная собственно супер ойка это очень важная модель потому что у нее есть плазма пистолет который попадает на 2 плюс и собственно вы можете прибавить этот плазмопистолет во первых можете дать ей auto chastiser штука за один equipment point который дает вшитый roll единиц есть только один маленький дебаф что если вы перекидываете единицу на единицу то вы все равно получаете марталку но это как бы не то чтобы сильно страшно то есть по сути это случается не так часто а если это и случается то у вас есть акт веры который позволяет вам сделать единицу успехом и следовательно поигнорить все вот эти марталки собственно может закрепиться мысль но плазмопистолет сооряется его на 6 дюймов то есть чтобы ей в кого-нибудь разойдется ей нужно подойти на достаточно близкую дистанцию а там ее вполне могут уже задудосить и снести но у вас есть максимально полезная вещь под названием ice of the emperor которая говорит что ваши пистолеты стреляют не на 6 дюймов а на все поле это собственно стратегическую плойку вы кидаете наверно чуть ли не каждый ход и ваша соответственно супереройка радостно шмаляется свои плазмы на 2 плюс с орелом через весь стол в принципе это ваншотает спейс марина это ваншотает любую модель кроме кустодианса а кустодианса опускает до 3 вундов так что супереройка это ваша ключевая модель милитантка милитантка это та модель которую вы не берете но который нам нужно обсудить потому что она это некое шасси на котором стоят все остальные ваши специалисты собственно все ваши сестры это модели с 6 мувом вторым апрел третьим дефенсом четвертым стрельбом и семью вундами 7 мундов это на самом деле маленькое количество вундов то есть они уже находятся в такой позиции что достаточно большое количество оружия может их ваншотнуть но оружие это сделать вражеском достаточно тяжело потому что у вас есть соответственно акты веры которые позволяют вам жить намного лучше чем базовым моделям собственно если вы вдруг берете милитантку по каким-то странным причинам то лучше всегда давать ей новый блейд ну клинок и соответственно пистолет смысла в автогране как такового нет потому что ваши пистолеты за один кп в принципе стреляют на все поле и лишают своего единственного дебафа так что автограны не нужны теперь наконец девочка которую вы берете обязательно это сестра паранатус сестра паранатус это как раз та самая девочка которая бафает вам получение фейфпоинта в принципе она совершает действие за один апрел и вы получаете два фейфпоинта а если она сделала это в двух от центра точки или в шести от деплойки врага вы получаете три фейфпоинта то есть те самые желанные шесть собственно у вас всегда есть точка рядом с деплоем она может в принципе спокойно не встать и там просто так сказать фармить фейфпоинта больше она делать ничего не должна вы должны максимально сейвить ее вот просто ее вы не должны потерять ни при каких условиях потому что она та самая единица благодаря которой ваш киллтим работает взяли ее стоит спрятать куда-нибудь за хривик и и спокойно там стоять в конце или всю игру на потеря паранатус ки это уже можно сказать поражение по большей части ну максимум если вы потеряете на последнем ходу вряд ли это что-то изменит но в общем на начальных этапах это равно смертельному приговору и у нее есть еще одна обилка по названию велик сикеры которая позволяет делать ей бесплатно какое-либо миссионное действие неплохо полезно стоит об этом помнить сестра диалогус еще одна сестра которую вам стоит брать потому что у нее есть экшен под названием steering rhetoric она добавляет апрел любой навитатки в шести от себя следовательно уже самая простая комба она дает апрел вашей суперевойке с плазмопистолетом суперевойка соответственно поднимается на шашку стреляет убивает кого-нибудь дышится обратно все отлично работающая комба как швейцарские часы ну и вдобавок в принципе кому угодно сдать апрел всегда полезно и вдобавок у нее есть неплохое еще одно уникальное действие под названием auto broadcaster она может поставить токен соответственно диаметром четыре дюйма ну или радиусом 2 дюйма если вам так удобнее в шести от себя и все соответственно врежеские оперативники внж этого токена будут получать минус один тухит в стрельбу в целом учитывая что стол у киллтима не очень-то и большой это может вполне даже пригодится учитывая что в принципе достаточно большое количество моделей попадает не то чтобы очень хорошо там гвардейцы на 4 плюс войки вообще на 5 auto broadcaster может в целом весьма сильно подпортить врагу малину тем более что важно а ему внусь этот токен противник не сможет да то есть ему пойдет с ним мириться в любом случае далее у вас есть сестра экзактор это такая сестра с плеткой сестра с плеткой естественно может кого-нибудь шлепнуть своим холостом по заднице кроме соответственно начальница потому что начальница сама скорее ее отшлепает в таком случае а собственно шлепает она всего в трех дюймах что как бы не так круто как диалогус но тем не менее она добавляет apple модельки а если эта моделька была особо возбудимой сестраю пенитенткой то она вдобавок получает еще и два дюйма к своему муву собственно опять таки любая модель который дает вам apple это очень важная модель поэтому добавок еще и очень хорошо бафает очень хорошую сестру о которой мы поговорим собственно сейчас еще в принципе по экзакторку сказать это особо и нечего кроме того что у нее в принципе нормально работающий стан потому что она легко получает стан за счет apple 5 плюс не то чтобы она кого-то холостом яростно задудосит но может в принципе весьма неплохо подпоритесь противнику игру итак карющаяся сестра пенитентка которая напоминаю легко возбуждающийся и за руши у нее есть понятное дело гигантский эвисератор под названием с профилем извиняюсь 4 атаки 4 плюс 5 6 блюда лаип 2 очень на самом деле неплохой пароль да он не ваншот и в принципе ничего но за два удара уже ваншоты достаточно большое количество целей учитывая опять таки что вы можете вполне спокойно за фейфпоинт и поставить вам кайты когда это нужно вы можете из двух тычек убить спейс марина опять-таки достаточно легко помогает вам в этом занятии ваша обилка зилос рейдж который говорит что естественно ваше первое действие файта в любую активацию вы можете полностью перекидывать тухи полезно очень учитывая ваш четвертый вэпон скилл и помимо этого есть еще одно уникальное действие под названием абсолюшн фруу destruction который позволяет вам совершать два файт-экшена ну по цене одного полезно когда вы врезаетесь в двух бомжей проблема пенитентки в том что она хтх-шный оперативник семью вундами а хтх в килл-тиме устраивает таким образом что вы всегда получаете уэрон в ответ ну чаще всего собственно именно на навитатке вам может пригодиться та самая соответственно тот самый акт веры на айген до трех вундов чтобы она умирала чуть медленнее ну а в целом если она умает то это не то чтобы очень сильно страшно ну так или иначе да она ее задача на кого-нибудь убить и после этого отвлечь страдьбу противника и уже у меня есть до радостно а умирать она может достаточно долго потому что опять таки мы упоминаем акты веры и все в таком духе помимо этого важно что она чарджет по соответственно экзакторкой аж на 10 дюймов то есть через половину стола это очень важное то что должны иметь ввиду помимо этого большинство соответственно игроков всегда дают ей крак гранату собственно почему потому что опять таки наша экзакторка шлепает нашу кающуюся кающийся бежит на 10 дюймов потом дышится еще на 3 и потом радостно кидает гранату то бишь у вас соответственно тритаренж вашей гранаты это аж 17 дюймов то есть она в принципе может прибежать и задудосить какого-нибудь снайпера в аэрском диплое своей гранатой так что это очень важное то что вам стоит иметь ввиду ну помимо этого она может банально подчарджить побиться и кинуть гранату ну или кинуть гранату подчарджить побиться тут как бы в любом удобном порядке так что кающийся это очень хорошая девочка который вам стоит брать по и гатус еще одна хорошая соответственно женщина с огнеметом у нее огнемет чуть получше чем у остальных на потому что у него во первых дамаг на кайтах получше и есть спецправила инферно помимо этого за один апрел она может совершить burn advance то есть одновременно подэшится и пострелять ну то есть считайте у вас флеймер и стреляет не на 6 дюймов она целых 9 что весьма полезно но обычно как бы огнеметы все еще считается не самым лучшим оружием однако сестры могут это исправить во первых они также могут взять ауточистайзер и получить себе вшитый орел единиц учитывая что вы попадаете на 2 плюс с орелом единиц вы попадаете 5 атак ровно считаете это 5 автохитов что как бы круто и удобно помимо этого за один кп одна ваша про братуска может получить себе очень сильный прорыв на флеймер это уже дамаг 3-4 и инферно 2 ну то есть опять таки в статистику под ауточистайзером она просто заносит 9 вундов у любого оппонента без шансов ну ладно без шансов она заносит 6 вундов но в статистику 9 как правило а если вы опять таки за акт ввере немного подмухлюйте то и все 12 поэтому по эгарту сок стоит брать в количестве двух штук то есть как бы максить их они на самом деле полезны и могут очень хорошо дефить ключевые точки на столе так что советую вам ими пользоваться прецептор это сестра с булавой булава обладает достаточно неплохим профилем 4 атаки 3 плюс 5 5 инферно 2 станд опять таки очень хорош профиль им можно и может тяжелее задудосить спейсмарина но можно задудосить в целом любую модельку в 10 вундах достаточно эффектно помимо этого у нее есть полезная обилка которая сдает ролл одного кубика на дефенс всем сестрам вторых от нее учитывая ваш опять таки не самый лучший сейв это полезная вещь она может вам сэкономить несколько фейфпоинт и помимо этого за один апл она может прекращать гимн и сестры в шести от нее смогут перебрасывать в хтх результаты колов и дворик ну на самом деле я не считаю что это действие будет вам часто пригождаться но стоит о нем помнить на всякий случай сестра кондемна это ваша снайперка поэтому это снайперка которая попадает на тай плюс чтоб как бы окей мы к этому вернемся в домах у нее кажется базовый не очень высокий всего лишь 2-3 но зато на критерно получает ап 1 и кидает 2 марталки ну и понятное дело она сайлен да это снайпер собственно помимо этого у нее есть очень хорошая вещь под названием 0 рот во первых 0 рот что как бы самая простая и непонятно его обилка она удорожает психические действия на 1 апрел в целом каким-нибудь варбкоры но это как с айпом по яйцам и новым корсарем тоже также что уже с айпом по яйцам бьет всем 3 апрельным моделям если модель активируется в 6 дюймах от кондемна реки она считается 2 апрельной да то есть она превращается в натуральную 2 апрельную модели 3 апреля у нее тупо нет что позволяет очень сильно так сказать предебафать оппонента где-нибудь в центре поля это уже очень важная билка возвращаясь к ее снайперки у вас есть отличная тактическая плойка за один кп после того как вы совершили соответственно бросок кубов со своего кондемна стейкфер вы можете перекинуть все кубики или только провалы если они вам не нравятся очень полезная вещь опять-таки учитывая что вы можете поставить себе крит просто за фейпоинты она всегда стреляет с кайтом то есть она всегда заносит по сути в статистику ну где-то 8 дамага примерно даже в ру 7 дамага 7 дамага она заносит обязательно в статистику ну и при вливании энного количества фейпоинтов так что она очень полезна ее вам собирать точно стоит и соответственно сестра медик хоспитальерка она обладает всеми стандартными обилками медика если модель умирает в трех дюймах от нее она не умирает и остается в одной вунде после чего соответственно дешится к хоспитальерке и собственно обе получают минус один кпл ну это по сути позволяет вам спасти какую-нибудь ключевую модель которую вы случайно подставили и она может полечить соответственно за один апрел модельку дюймя от себя на 2 до 3 вундов учитывая что у вас всего 7 вундов на каждой модели вы чуть ли не полностью выхиливаете какую-нибудь сестры очень полезно хорошая вещь как бы стоит ее использовать главное грамотно ставить ее на столе чтобы она могла именно прикрыть важно важного оперативника там допустим ту же самую паранатуску если она вдруг не стоит за хривикавером или лидершу да то есть внимательно следить за тем где стоит ваша госпитальерка это важно собственно тут мы уже подходим к тем сестрам которых обычно выкидывают из команды первая это сестра с аэльквариум с палкой со знаменем у нее есть в принципе забавная белка что на 4 плюс от нее сестра может отстреляться какая-нибудь если она умерла но как бы обилка который работает на 4 плюс в новом киллтиме который ведь повязан на статистике ну как-то не очень у нее есть полезное действие пламзы айкона за один апрел соответственно она водоружает знамя на точке как бы и все в двух от точки враги и половине свою апрел для контроля точки вниз ну наверно все еще не самое полезное действие тем более опять-таки третит на него очки и в общем как-то да ну как бы ее не берут потому что остальных разыграть как-то проще я так полагаю и дуэлист это та девочка которой вы точно не берете ну потому что она совсем плохая она как бы и как модель красивая по статистическим плойкам у нас их четыре штуки собственно мы обсудили одну из них это айс из импера которая снимает оранж на ваших пистолетах в целом вы используете это чуть ли не каждый ход просто банально для того чтобы ваша лидерша стреляла с половиной пистолета но и на остальных девочках у которых тоже если вы заметили у всех автопистолет это может быть полезным 25 франц еще одна стратагема который бафает вам автопистолета вы получаете плюс один дамаг и на обычную характеристику и на критическую то есть вы начинаете шмалять болтерами еще одна очень неплохая вещь которую стоит использовать айгис of the emperor в шести соответственно от ваших навитаток когда противник делает психик экшен он получает одну марталку немного спорный момент допустим если его окружили три навитатки получит ли он три марталки за каждую из них или он получает просто за наличие какой-нибудь вокруг себя это мне кажется стоит уточнить гв но тем не менее вещь не самая полезная увы и defenders of faith если соответственно ваша навитатка одна ваша навитатка в двух дюймах от центра точки может совершить бесплатный шут и бесплатный fight action и если она находилась в энгейджа за 2кп я считаю не очень все-таки 2кп это таить ваших команд поинтов на всю игру и третить их на достаточно сомнительные действия не очень тактическая плойка тактические плойки вернее у вас их три штуки первое glorious martyrdom собственно ваша сестра может взрываться на одну марталку в двух дюймах от себя и поединить вам д3 фейвпоинтов полезная вещь которую стоит использовать оставшиеся две right is condemnation и burning rough мы уже обсуждали они тоже полезны вы их используете по возможности как можно чаще но burning rough поиспользуюсь в принципе всегда как только ваша плойгатуска до кого-нибудь дотягивается ну right is condemnation вы используете если очень плохо попали со своей condemn-норки по эквипу собственно у нас его неожиданно много из того что вы должны брать обязательно вы обязательно берете то и ауточестайзера один на вашу суперлойку и два на ваших огнеметчиц далее вы обязательно берете крак гранату на пенитентку чтобы она приворачивала ту самую камбу о которой я вам уже рассказал собственно это занимает у вас 6 equipment поинтов остальные четыре вы можете распределять абсолютно так как вам хочется я лично могу порекомендовать айкенов фейв потому что мне нравится как она работает айкенов фейв позволяет вам совершить соответственно акт виры нет тратя на него фейвпоинты но к сожалению он дается только одной модели все остальные они ну такие сомнительные то есть допустим chaplet ecclesiaticus это весьма сомнительная обилка которая позволяет вам кинуть кубик в начале активации если вы кинули 6 модель получает плюс один кпл но учитывая что это работа если вы уже на 6 это очень плохо адамантин в дипсуплис уже вещь чуть более полезная это тайки сейф банально в целом его можно давать на сдачу да то есть это как бы не мусор сэнтит реликвай и если вы кого-то в хтх бьете кайтом то получаете один фейвпоинт с одной стороны неплохо с другой стороны все еще сомнительно если вы спросите лично мое мнение наверное что лучше давать я бы сказал то и а вот а честой за крак гранату и еще одну крак гранату кому-нибудь потому что граната это хорошо спама гранат это неожиданно сильные расписки которые работают так что как бы не пренебрегайте гранатами но можете как бы и помнить о байкану фейв так опса у вас их три штуки как у всех соответственно именных киллтимов первое перч вы с play она завязана вашем инферно оружие учитывая что вас всего то и инферно оружие уже в принципе должна прийти мысль в голову что не самая лучшая миссия собственно если вы убиваете двух или более вражеских оперативников оружием с инферно вы получаете вп и если вы убиваете таким же оружием вражеского лидера вы получаете вторую вп опять-таки учитывая что вас просто очень мало оружия с правилом инферно миссия трудновыполнимая не советую ее брать зато советую брать следующую реконсиграть граунд соответственно на первом ходу вы выбираете точку в 6 с его диплой и потом вы должны поскорить ее в конце любого хода и в конце игры это гарантированный 1 вик той point и в принципе достаточно легко выполнимый 2 вик той point ее вы берете обязательно glory to the martyrs это уже смешная миссия она иногда кажется мне плохой иногда хорошей в чем тут соль собственно как только ваша сестра умирает на точке вы показываете миссию оппоненту и далее вы можете выполнять собственно если еще одну сестру убивают на той же самой точке вы получаете вик той point если убивают третью сестру на той же самой точке вы получаете 2 вп собственно в чем проблема чтобы вы грести эту миссию на кап у вас должно погибнуть той сестры то есть строить вашего киллтима хотите ли вы чтобы ваши сестры умирали ну это как бы момент такой странный с другой стороны вы ставите противника перед забавным выбором объясню собственно вот вы стоите на точке искорить ее в целом весь склон по первичке завязан на нахождении на точке да и тут соответственно противника появляется выбор либо он убивает сестру на точке и приносит вам виктор и point the glory to the martyrs либо же он не убивает ваших сестер на точке тогда не скоро точку и приносит вам виктор и point да то есть понимаете такая ситуация в которой вы всегда оказываетесь победителем так или иначе вы всегда получаете виктор и point а в этом ключе эта миссия достаточно неплохая поэтому можно даже ее брать и как-то с ней экспериментировать да она явно лучше purge with flame ну и также у вас по архетипам есть в принципе старые добрые и очень неплохие архетипы security и icon icon это в целом вообще как бы штука хорошая сестры могут делать чуть ли не всей миссии оттуда советую вот так примерно выглядит ваша команда пацанки том бойс я смог приобрести слово бойс даже сюда собственно тут состав который мы уже обсуждали поэтому можно уже переходить каким-то заключительным мыслям собственно как я уже и говорил навитатки эта команда которая требует большого опыта и большого наигрыша чисто взять навитаток с полки и пойти в игры турнир у вас вряд ли получится но возможно получится если у вас уже был опыт игры в какие-нибудь с кирами шеваргейма и порощи да то есть для какого-нибудь полного новичка наверное эта команда все еще не самая лучшая однако не стоит этого бояться потому что вы можете банально научиться да просто поначалу будет чуть-чуть тяжело команда это кажется с не самым лучшим дамагом и не самой лучшей выживаемостью зато самая стабильная команда в игре благодаря механике актов веры вы можете попасть все когда вам это нужно и засейвить все когда вам это нужно то есть вы можно сказать такая стеклянная пушка которая игромеханически лишена возможности провалиться за счет плохих кубов да когда вам нужно ударить оппонента в самое сердце вы совершаете это с легкостью благодаря силе вашей истинной веры и так навитатки это сильный киллтим про то я рекомендую опытным пользователям ну и новичкам которые так сказать готовы радостно влиться в игру и очень много думать ну и также игрокам которые в принципе любят очень много думать и получать за это приятное вознаграждение видели первых мест на турнирах потому что эта команда вполне может вам обеспечить достаточно стабильную победу если вы знаете что с ней делать итак большое спасибо вам за то что досмотрели это видео до конца не забудьте поставить лайк если это видео вам понравилось оставить комментарий где-нибудь внизу потому что комментарии очень сильно помогает при движении видео а мы тем более на них все отвечаем также можете поделиться видео с друзьями до подписаться на канал мы будем вам за это очень сильно благодарны потому что ваши подписки нас очень сильно поддерживают и можете вступить в нашу группу вконтакте в группу вконтакте мы периодически выкладываем объявления о турнирах по киллтиму в санкт-петербурге а также делимся информацией и планами о нашем будущем развитии так что обязательно подпишитесь и собственно на этом даже все еще раз большое спасибо вам за то что были с нами это был канал a handful of boys играть в киллтим играть в киллтим девочками императора и всем удачи всем до новых встреч пока пока